да так ребята всем привет на связи евгений иванин и сегодня я так как я сам себе не могу вопросы задавать я попросил задать вопросы артему потому что как бы он не только партнерную еще и топ-лидер в нашем клубе так скажем и скорее всего у тебя больше всего партнеров да то есть в нашем клубе и они тебя задают вопросы по клубу вот поэтому я сегодня попрошу артема чтобы он задал мне вопросы а я соответственно буду отвечать вот ну в таком формате как бы интервью по клубу и возможно то что вы что-то не понимаете я сегодня как раз и освещу да за счет того что артем мне задают вопросы которые ему за и задают его партнеры да привет друзья еще раз я уже в offer инвест зарегистрирован около двух недель уже из хорошие результаты и естественно люди начинают писать и спрашивать артем а почему у тебя там получается там да быстро развиваться и задают множество вопросов по клубу там плане чего начать тогда где деньги и я вот например сначала расскажу как я их им объясняю чтобы постоянно не повторяться сразу вот этом видео расскажу а потом ты добавишь начать людям говорю следующее что представьте вот что вы пришли и у вас есть там несколько ролей то есть роли нужны для того чтобы понять в каком направлении вам нужно развиваться будет то есть какую информацию вам нужно читать и роли следующий роль инвестора то есть человека который просто вкладывает деньги больше ничего не делает просто как бы платит и все и ждет процента от тех проектов которые развиваются в тот месяц когда он оплатил как и счет вторая роль это роль партнера то есть если вы хотите не только зарабатывать от процентов проектов которые начинают приносить деньги но это партнерская программа она там 10 уровневая то вы выбираете еще и эту роль затем третья роль это роль человека который выставляет свой проект на развитие предлагаешь вот вот у меня есть такой проект вот пожалуйста там есть уже не нравится он размещает в клубе да то есть если он чувствует в нем потенциал люди которые начинают вкладывать деньги они эти деньги часть идет на развитие этого проекта вот я кстати же не рассказал о своем проекте и женя говорит давай очень классная идея дальше 4 уровень и как и не уровень а 4 роль 4 аватар это тут скоро уже не знаю будет реализована площадка фриланса со временем да и можно будет зарабатывать там предлагая свои услуги на этой площадке там делать транскрибацию делать обработку видео делай сайты то есть программировать то есть если вы имеете возможность имеете знание как это делать то еще можно пользоваться и этой возможностью заработка денег и когда мне пишут люди я в личной беседе говорю какую роль ты выбираешь его в принципе можно выбрать все роли можешь выбрать только одну я например выбрал для себя три роли то есть это роль а инвестора то есть я проплачиваю каждый месяц уже раз уже проплатил я вип-партнер вторая роль это роль партнера что очень успешно у меня получается очень хорошо и третья роль это вот сейчас я выбрал роль еще как бы создание своего проекта через женин клуб вот и естественно в зависимости от того какую роль вы выбираете вам нужно вот по каждой из этой роли узнавать информацию как развиваться ну понятно что в роли инвестора сильно там ничего узнавать не надо то если вы просто заплатили деньги там же можно участвовать в каких-то там я не знаю скачивать курсы там еще что-то в принципе вообще ничего не делать да но и скачивать курс это как уже обучение ну да как ученика да кстати это вам идет естественно сразу после проплаты вы можете скачивать различные курсы скрипты и это использовать но если вы например вообще ленивы вам вообще это не интересно вы просто хотите вложить свои деньги как банк да на проценты только процентов банки там мизерные а здесь вы можете получить очень хочу по хорошую прибыль причем я вот уже от рекламной площадке имею там доли уже заработал достаточно хорошую сумму денег по сравнению с тем сколько я вложил то есть если бы я вложил например в тот же банк ту сумму которая вложил при покупке долей то у меня вообще там копейки были за год а здесь я уже на процентов 20 отбил ну да примерно уже вернулась то есть я вот так вот как бы людям объясняю и люди очень часто спрашивают а это кстати полуферами вот именно оффер коины что такое вот объяснить зачем нажму оффер коины в общем что хочу сказать по поводу оффер коина да то есть многие до конца еще не понимает как все это работает потому что слишком много информации и зачастую как бы идет наш информационный перегруз то есть с одной стороны у нас есть партнерская программа по которой ты получаешь деньги с другой стороны у нас есть бизнес и которые создаем но никто не понимает когда и какой бизнес да потому что я считаю что на начальном этапе все-таки человеку надо немножко поменять поменять свое мышление потому что в интернете сейчас очень много разных компаний появляются да и очень много информационного шума который ну что обещают да то есть высокие проценты да то есть непонятно откуда деньги берутся рисует какую-то историю то есть ну как историю нарисовали выборы сказку расписали да и говорит вот у нас типа там нефтяная вышка которая качает нефть вы в нее просто вкладываете деньги получаете по три процента в день да но если вот здравый человек подумает своей головой да то есть зачем им привлекать инвесторов если у них уже есть нефтяная вышка вот у нас намного проще все потому что мы начинаем все вместе как бы развивать этот клуб и каждый человек который участвует в клубе да то есть по сути вы являясь членом клуба оплачиваете эти взносы и часть этих взносов идет уже на создание бизнеса на реализацию бизнеса и вот плавно мы подходим к уфер коину да то есть уфер коин у меня была такая идея то есть почему bitcoin да почему bitcoin такой дорогой чем он подтвержден он практически ничем не подтвержден это просто электронная валюта которая подтверждена мощностями компьютеров до которые подбирают этот код там этот код стает все сложнее подобрать и так далее и я подумал почему бы не взять не сделать такую монету да то есть электронную монету как bitcoin да только которая будет подтверждена бизнесами которые создает определенное сообщество и вот у нас получается то что наше сообщество offer инвест она постоянно создает бизнесы и есть вот это вот электронная монета которая является как бы акции всего клуба и на эту акцию распределяется 20 процентов от всех бизнесов которые мы создаем то есть получается как вот вы сегодня например пришли нашему клубу уже два месяца мы создали рекламную площадку люди говорят тут в чате допишем в эту я наверно на рекламную площадку я не успел а что будет следующее а дело в том что если вы развиваете клуб то есть вы за каждого человека который пришел в клуб то есть за развитие вы получаете этот offer coin offer coin сейчас он раздается бесплатно за то что вы просто делаете развитие то есть ну как вот facebook развивался да там что там давали он там Кто-то пришел, покрасил офис, ему дали несколько акций, которые стоили несколько центов. Вот, кстати, извини, что ты бил. Сразу же тогда слово развитие люди могут не понять, что значит развитие. Вот в моем понимании, развитие это привлечение новых участников в клуб, правильно? Да. То есть привлечение инвестиций от следующих участников. Да. Чтобы понятно было, что такое развитие. Оно не совсем... Да, в принципе, это все связано. То есть мы расширяем наше сообщество. У нас появляются не только, как ты говорил, три аватара, которые есть инвестор, партнер, еще кто. К нам приходит очень много сейчас рекламодателей, которые просто хотят поставить рекламу. Им может быть неинтересно участвовать в клубе. Хотя любой человек, увидев эти возможности, он думает, блин, да почему бы и нет. Я могу здесь и зарабатывать, еще и рекламу ставить. Я сам, например, у себя в клубе заказываю рекламу. Потому что это выгодно. Прежде всего. Я вложил там несколько сотен рублей, получил несколько тысяч рублей. И мы видим то, что вообще доход от рекламной площадки растет. Значит, она приносит прибыль нашим участникам. И что я хотел сказать. То есть если вы развиваете клуб, приглашаете людей на, неважно на какое участие, на бесплатный статус, на платный. Человек приходит, он может вообще здесь начать зарабатывать просто деньги. Для того, чтобы потом купить себе какой-то статус. То есть стать полноправленным членом клуба. Достаточно просто, чтобы на наш сайт шел постоянный трафик. На любой проект, который мы создаем. И только за счет этого мы будем зарабатывать деньги. То есть возьми любой бизнес, да. Если вот, ну мы сейчас сидим в ресторан, да. Если сюда не будут приходить люди, будет ли ресторан зарабатывать? Конечно. Конечно же нет. Так же и любой бизнес, да. То есть если мы создали рекламную площадку, у нас, помнишь, сколько стоила реклама на начальном этапе? Один рубль. Рубль. Сейчас у нас рекламная строчка стоит уже 100 рублей. За два месяца реклама выросла в 100 раз. У нас появились новые тизерные блоки там и так далее, да. То есть реклама сейчас нам приносит уже, мы вложили в нее 8 тысяч рублей. Она за этот месяц уже принесла 14. То есть она себя купила на 100%. Что происходит дальше, да. То есть те люди, которые развивают клуб, они получают уферконы, я еще раз говорю, да. И вы получаете 20% прибыли от всех бизнесов, которые мы создаем. В том числе и от рекламной площадки. Нам осталось просто реализовать эту возможность на нашей бирже проектов, которую мы запустили вот буквально несколько дней назад, да, которая работает и распределяет прибыль. То есть вы видели, наверное, видео, как я распределяю прибыль от рекламной площадки. То же самое будет и по всем другим проектам, которые мы сейчас разрабатываем. Нам просто нужно понять, что на все нужно время. И вот, ну, я не знаю, задавали ли я такой вопрос или нет. Вот, говорит, а что вот если, смотрите, месяц проходит, а вы ни одного проекта не создали. Был такой вопрос? Нет, у меня женщина написала, что я зарегистрировалась, но 20 дней уже зарегистрировалась, но у меня 0 рублей прибыли. При этом она не уточнила, платно ли она зарегистрировалась, то есть купила ли она доли, а приглашала ли она кого-то. Ну, скорее всего, не приглашала, потому что раз у нее партнеры... Понятно. Вот, да, может возникнуть и такая ситуация, то есть вы оплатили членский взнос, и, ну, мы не смогли реализовать какой-то проект в этом месяце, потому что проекты есть какие-то реализуются за одну-две недели, да, проект, а есть, которые проект требует не только ресурсов, то есть денежных, но и, соответственно, времени больше, то есть это может быть месяц, может быть два. Но, как правило, такие проекты, то есть более ресурсоемкие, они приносят больше прибыли. И рекламные площадки, они практически существуют на любом сайте, если взять, да. То есть какой крупный проект мы берем, в любом случае монетизация идет через рекламу. Но для этого нужен трафик, для этого нужны посетители. У нас, как бы, сообщество растет, посещения растут. У нас вот только вчера было 3,5 тысячи уникальных посетителей на нашем сайте. Если вернуться в начало месяца, у нас было где-то 300-400. То есть у нас трафик вырос практически в 10 раз за последние две недели. Если так и будет продолжаться, то даже если у нас будет работать одна рекламная площадка, каждый из вас получает offer coin при регистрации, вы будете в любом случае получать на эти offer coin деньги какие-то. Как только реализуется проект, вы получаете доли этого проекта, часть долей продается у нас на бирже, возвращаются вам все деньги, которые вы потратили на то, что развивали этот проект, ну, либо часть там денег, в зависимости от того, сколько долей продастся. И сами можете потом либо получать доход на эти доли, либо эти доли продавать. Ну, вот я знаю то, что, Артем, ты купил там долей, сколько, я не знаю. Две тысячи с чем-то. Две тысячи долей. Сколько ты отдал за них? Семь тысяч рублей, по-моему? Да, семь тысяч. Там, кстати... Это на вторичном, на вторичной покупке. Да, то есть первый раз, естественно, я их не успел купить, потому что я подключился во второй месяц, когда уже рекламная площадка, проект рекламная площадка была запущена. Я решил купить те доли, которые, ну, распродавались, получается, с биржи. На бирже, да. Они, конечно, стоили уже в три раза дороже, вот, но я ни капельки как бы не думал даже. Я прям сразу взял и все деньги, которые у меня были на счету, я их сразу, короче, прям вложил. Причем эти деньги я уже заработал с партнерской программой, что самое прикольное. То есть реально те семь тысяч рублей, которые я вложил на покупку Долею от рекламной площадки, я их взял уже непосредственно из-за того, что у меня там создается партнерская сеть людей, которые приходят и оплачивают свои аккаунты. И вот, ну, что я хотел сказать, да, то есть по этому поводу, то есть в клубе, по сути, выигрывают абсолютно все, то есть те, кто участвует в клубе. И те, кто приходит бесплатно, то есть если у вас нет денег, вы можете просто развивать клуб, то есть приглашать также партнеров, и вы в любом случае можете зарабатывать по партнерской программе. У нас сейчас есть уже интернет-магазин, добавляются дополнительные площадки постоянно. То есть клуб развивается, надо понимать, что на это нужно какое-то время. То есть если вы будете каждый день спрашивать, в каком я проекте участвую, вы участвуете в клубе Offer Invest прежде всего. Этот клуб, мы, да, мы создаем проекты, бизнес-проекты, которые вам приносят прибыль. И это нужно понять. То есть когда вы переключите вот этот движочек, да, в голове, вот этот тумблер, который не говорит вам, вот сейчас этот проект, я сейчас побольше заработаю денег, он закроется, я успею уйти. Такого не будет, мы не собираемся закрываться, мы делаем реальный бизнес, который приносит деньги. И вам вот это нужно понять изначально. А уже потом понимать остальное, да, то есть для чего, нужно вам это или нет. Но я думаю, что нужно, потому что, судя по тому ажиотажу, который вызывает этот проект, это уникальная реальная идея, которая, я не знаю, каким образом она снизошла мне в голову. И благодаря то, что появились те люди, которые поддержали меня на начальном этапе создания клуба, да, то есть эта идея, она дальше продолжает развиваться. То есть у нас практически нет горизонта к развитию. Сейчас мы создаем какие-то проекты в интернете, да, в ближайшем будущем это будут наземные проекты, да, потому что сообщество растет. И представьте, что вот, допустим, через год нас уже будет 100 тысяч человек, к примеру, да. Я вполне, как бы, даже мне кажется, что больше. Потому что я думал то, что в этом месяце мы максимум выйдем на тысячу рублей дохода в день с рекламы. Мы уже вышли на три с лишним тысячи. И я думаю, там вообще рост как бы не ограничен. Вот. А представь, что, допустим, ладно, нас 100 тысяч человек, и мы с вами открываем, допустим, портал по аренде жилья, по аренде недвижимости. Что происходит, ребят? У нас портал, который имеет 100 тысяч потенциальных клиентов, нас с вами, да. То есть мы же уже зарабатываем деньги, путешествовать хотим. Зачем нам заказывать себе жилье на каких-то сторонних порталах, если мы можем со своего личного счета, который привязан ко всем нашим проектам, просто оплатить себе путевку, купить себе авиабилет. И это будет со скидкой. И мы сами же себе приносим деньги тем самым. То есть создавая порталы, на портале выставляем рекламу, к нам приходят и рекламодатели, и все остальное. То есть мы сами себе создаем бизнес, и за счет этого бизнеса можем спокойно жить. Те, кто приходят, только-только приходят, да, те люди просто становятся членами клуба, и со временем, когда, ну, какой-то бизнес-проект мы реализуем, они начинают получать деньги. А так они пользуются тем, что мы уже создали в клубе. То есть за те же самые 500 рублей, либо 3000 вы получаете инструменты. Я не знаю, что там сейчас у нас еще будет в ближайшее время, но это реально будет. Потому что нам всем вместе, нам проще создать что-то большое, что-то великое. А когда мы поодиночке, да, пытаемся как бы набить себе карманы, да, там, лишь бы, ну, как вот сейчас партнерские, не программы, а вот эти вот, как их есть-то, сервисы, да, которые там обещают большую прибыль сразу. Открывают компанию офшорную, люди начинают приглашать, приглашать, приглашать людей, компания, оп, закрылась, все. Потому что вся прибыль шла за счет людей. Как только люди кончаются, прибыль тоже прекращает идти. Вот. У нас изначально была сделана, как бы, упор именно на то, что мы создаем бизнесы. Вот. Если вам эта идея нравится, то Артем уже, как бы, все сказал. Я, знаете, еще добавлю. Люди могут еще не понимать следующего момента, что конкретно, что вот за проекты в интернете. То есть у них просто, они, многие люди далеки вообще, в принципе, от интернета. Просто вот я общаюсь с людьми, которых приглашают, которые, ну, мои знакомые лично, которые в интернете только там одноклассники знают, что такое все. И люди говорят, а вот что, ну, что за проекты-то, вот что это такое? То есть у них нет четкого понимания, во что вкладываются деньги. И вот я просто хочу сейчас вам объяснить, как я объясняю им. Я говорю, представьте, нам никто не мешает делать проекты, которые уже, в принципе, созданы, но мы делать будем их лучше. Например, проект Одноклассники, те же самые, да, вот социальная сеть, которую знают все. Никто не помешает Жене сделать похожую социальную сеть в рамках данного клуба. То есть сейчас, может, кто-то из вас скажет, о, зачем Одноклассники нужны, там еще одна социальная сеть уже есть. Ну, смотрите, изначально Facebook появился. Если бы, например, ребята, например, Павел Дуров сказал, да зачем я еще буду создавать социальную сеть, то не было бы ВКонтакта, и если бы там начальник Одноклассников не захотел бы создавать Одноклассники, там, по сути, он скопировал тоже это все с Facebook, не было бы Одноклассников. А у нас будет сеть, вот эта социальная сеть, а может быть, она будет там по интересам, например, как-то больше, да? Ну, она так и есть, да? Да, то есть реально это люди, которые действуют, которые хотят развиваться, которые интересуются финансовой грамотностью, интересуются инвестициями, проектами, то есть это очень большое сообщество успешных людей. И представьте, вы сможете там быстро находить себе в перспективе знакомых. То есть вот эта социальная сеть, например, это и есть проект, один из проектов. Потом, например, вот проект можно реализовать такой, вот покупка билетов, авиабилетов. Вот есть, например, Aviasales, есть Skyscanner, да, там, где дешево все продается относительно билеты. И кто Жене мешает с его командой создать на те деньги, которые сейчас приходят от вас, уважаемые участники, вот данный проект реализовать. Естественно, данный проект тоже будет огромной площадкой, потому что там все будут покупать те же авиабилеты. И вы будете опять же зарабатывать с рекламной площадки уже от данного сервиса. Вот и все. То есть вот они, это и есть проекты. То есть я думаю, я ответил на вопрос. Я думаю, да. Ну, наверное, все на этом закончим, да. То есть если у вас какие-то вопросы, ребята, все равно остаются, вы не стесняетесь, пишите всегда в комментариях, потому что, ну, честно сказать, очень сложно понять, когда, ну, появляется какой-то такой проект, в котором есть практически все. То есть нету границ. То есть у нас, ну, реально вот, по сути, у нас нету каких-то ограничений. Да, нет, нет. Что мы можем создавать? Ограничений только в голове. Мы можем любые сервисы создавать, приложения и так далее, и так далее. Все это монетизировать в рамках нашего клуба. Просто у нас есть offer coin, который будет, на который начисляется вся прибыль вообще от всех проектов. 20 точнее процентов прибыли от всех проектов, которые мы создадим. И если вы развиваете этот клуб, вы получаете дополнительный бонус. Не развиваете, вы все равно остаетесь в выигрыше, потому что часть ваших денег, она идет на создание бизнеса. А, кстати, я забыл сказать то, что если вдруг мы не создали один бизнес, там, за какой-то месяц, который вы не оплачивали, да, то эти деньги, то есть эти доли проекта, они все равно остаются. То есть как только проект реализуется, даже если вы потом не будете оплачивать, да, следующий месяц, через месяц, у вас уже есть доли того проекта, который мы реализовали. Или реализуем там через полтора месяца, да, то есть, ну, не успели. Потому что это, надо понимать, что очень много технических моментов, во-первых, это закупка серверов и всего остального. Мы не рисуем это вот на бумаге, что типа у нас это есть. Это не просто какая-то легенда, это реальные бизнесы, надо понимать то, что они требуют времени. От вас ничего не требуется, просто ваше участие. Вам не надо придумывать какие-то проекты, там, еще что-то, сидеть там, работать над этим. Вам достаточно просто заходить в клуб, принимать участие в наших мероприятиях и все. Все остальное за вас делает наша команда. Мы сами уже подбираем технарей, кто там у нас делает эти сайты, там, и все остальное. Возможно, даже вот кто сейчас смотрит это видео в ближайшем будущем, будет одним из тех, кто управляет каким-то из наших проектов. Да. Мы всегда рады видеть тех людей, кто, ну, реально может нам чем-то помочь, ну, в плане там, я не знаю, создать сайт, там, еще что-то. Хороший дизайнер. Или вкинуть какой-то индийский проект. Кстати, вот, если вы сейчас думаете, вступать в проект или не вступать, то я вам предлагаю сейчас закрыть глаза и просто представить, вот, если бы вам несколько лет назад, когда не было, например, в сети Одноклассники, вам сказали бы, то есть вам подошел бы основатель Одноклассников и сказал, там, Вася, Петя, Женя, Оля, вот вы бы, могли бы сейчас мне дать, там, 3000 рублей на то, чтобы я создал проект Одноклассники. Одноклассники. А взамен этому я вам дам доли данного проекта. И, естественно, сейчас вы понимаете, что Одноклассники в день делают там миллионы рублей прибыли за счет того, что продают рекламу со своей вот этой сети внутри. Мне кажется, десятки миллионов. Да, десятки миллионов. Там только оки чего стоит покупать, там люди покупают эти оки, люди, естественно, рекламодатели покупают рекламные места, вот, если вы видели, там, справа, там, поставили слева вот эти там рекламные баннера, это же все деньги платятся. Но вы сейчас от одноклассников не зарабатываете, согласитесь. Вот если бы к вам подошел вот этот создатель, в самом начале сказал, дайте тысячи рублей, я часть этих денег пущу на создание данного проекта, а потом вы будете получать дивиденды. Вот согласились бы вы или нет, зная, что в перспективе через 5 лет вам бы это приносило десятки тысяч рублей на эту тысячу. Каждый месяц, причем не один раз, а каждый месяц вы бы получали 10 тысяч рублей, может быть даже больше. Вот, то есть если вы сейчас ответили для себя, да, конечно, я бы с удовольствием дал эту тысячу рублей, эти 3 тысячи рублей, да, чтобы иметь долю там в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, там вот этот Скайсканер, да, там Авиаселс, да, куча сервисов, там кто в теме знает, там Smart Responder, Just Click, то есть это тоже проекты, которые создавались, естественно, за деньги. И они тоже уже приносят большие обороты своим начальникам, так скажем, да, и вы бы могли иметь от этого дивиденды, если бы у них была такая возможность, вот такой возможности не было. Но сейчас, благодаря клубу Жени, у вас такая возможность есть, потому что мы тоже будем похожие проекты реализовывать. Ну мы будем брать лучше и реализовывать это все на нашей площадке. И все это будет связано единым счетом, то есть не надо будет вводить какие-то карточки, вы зарабатываете деньги и тут же можете их тратить на все что угодно, что у нас там привязано к клубу, кто-то продает свои инфопродукты, кто-то вообще реальные продукты продает, кто-то еще что-то. Можно расплачиваться за все. Да, кстати, если у вас есть вопрос, почему в первую очередь реализуются интернет-проекты, вот Женя уже сколько раз об этом не говорил, и я как бы расскажу вам, то что интернет-проект реализовать дешевле и быстрее и проще, чем, например, где-то на земле. То есть на земле надо реализовывать, но это займет больше времени и денег. Ну, по сути, мы для начала создаем аудиторию наших проектов. То есть у нас сейчас развивается аудитория, то есть численность нашего клуба, и потом любой проект, какой бы мы ни запустили, у него уже есть аудитория, то есть есть пользователи, которые перейдут и будут пользоваться этим инструментом. То есть те же самые наши партнеры, которые в клубе уже есть. Все. И клуб начинает дальше развиваться, то есть 10-20-30 тысяч человек, запускаем любой сервис, где, я говорю, то же самое снимать вот жилье в аренду. Уже есть 30 тысяч человек, которые готовы снимать жилье в аренду не на Airbnb, а на нашем сервисе. Все. Да. Вот как бы в чем смысл. Да, и представьте, вот проходит год, данный проект раскачался очень сильно, очень много аудитории, и вы собрались, например, лететь отдыхать на Бали. И Женя уже успел к тому времени здесь прикупить земли, построить там или купить готовый, короче, билу какую-то, да. И вы прилетаете на Бали, по сути, вы платите меньше денег, потому что вы участник данного клуба, у вас есть уферкоин, у вас есть доля. Вот вы бы прилетели отдохнуть сюда раза в 30, может быть, 100 раз дешевле, еще бы сверху, может, заработали, в зависимости от того, как вы здесь действуете. Я уже, наверное, скорее всего, уже и сейчас бы мог себе, как бы, я себя был сейчас там в Сибири, где я там откуда родом, я бы уже на те деньги, которые я заработал, я бы мог, в принципе, себе уже оплатить здесь жилье, там, на месяц. Да. То есть это, буквально, это произошло за каких-то там 10 дней. А что будет через год? Ребят, и вы тоже так можете, если вы просто не будете сидеть просто так, а будете обучаться, приходить каждый день на вебинары. Вот, кстати, вот эта тема с вебинарами, Женя проводит, там, проводят его помощники. Вот если вы даже посмотрев это видео, вам же какие-то вопросы остались, как бы, неосвещенными, вы, пожалуйста, приходите, Женя делает рассылку каждый день про это, когда вебинары, и делает оповещение и на самом сайте, и там статью постоянно пишет, то есть, типа, вебинар, вас только-то. Вы просто следите за новостями, и будет все хорошо. А если у вас нет денег, купите рекламу на нашем сайте, и вы их заработаете. Просто берете партнерскую программу, покупаете рекламу на сайте, и, соответственно, все, вы зарабатываете деньги. То есть, у нас, как бы, многие так уже делают, то есть, ну, взял, вложил денег в рекламу, купил, точнее, строчку, там, баннер какой-то, заработал, там, в три раза больше, чем вложил, и все, эти деньги идут, как бы, на оплату в клубе. Да, но здесь нужно быть осторожным. Да, здесь надо быть осторожным. Если вы, например, не соображаете, что нужно рекламировать, в плане, там, чтобы это покупалось, то есть, если у вас нет никаких знаний в плане имейл-маркетинга, партнерских продаж, то я рекомендую, все-таки, вам сначала где-то изучить эти курсы, например, даже у меня, вот, чтобы понимать, в какие нужно партнерские программы вкладывать денег, да. Ну, либо вы вкладываете на свой страх и риск, в принципе, 100 рублей – это не такие большие затраты на тестирование, как бы, и пробуйте. На этом все. Да. Ребят, все, вступайте, ссылочки все будут ниже, регистрируйтесь. Видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был Артем Плешков. И Женя Ванин. Да. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok